Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу, с чего же стоит начать вам разработку Android приложения, ну и в целом любого мобильного приложения. Действительно, у меня на курсе обучается уже больше 100 человек, обучилась вернее за все это время. Каждый выбирает разный путь, не все выбирают трудоустройство, кто-то выбирает разработку под заказ, но многие выбирают разработку своих мобильных приложений. И в том случае, если вы хотите создать свое мобильное приложение, вам стоит понимать, с чего же начать реализацию своей идеи. А реализацию своей идеи, собственно, стоит начать с ее оценки. Об этом я и расскажу в этом видео, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, у вас появилась идея, например, создать мобильное приложение «Список покупок», то есть в котором каждый пользователь, хоть перед тем, как пойти в магазин, будет формировать себе список покупок, или можно аналогично по этому мобильному приложению сделать создание списка дел. Ну, это, собственно, обычные стандартные простые мобильные приложения. Тут ничего сложного нет. Как правило, после второго месяца мои ученики уже могут разрабатывать такие продукты. Итак, что же, с чего же мы начать? Вам нужно начать с оценки идеи. Вам нужно понимать, сколько реально пользователей можете вы получить, и стоит ли оно того. То есть, в принципе, можете понять, интересно ли эта идея, ваша идея, ваше мобильное приложение будет ли популярным на рынке. Для этого, во первую очередь, мы идем с вами на Wordstat Яндекс. Ссылочка на все сервисы будет в описании. Заходите на Wordstat Яндекс. Этот сервис определяет количество запросов по вашей тематике в месяц. То есть, мы смотрим приложение, список покупок, интересует в месяц 1365 человек на русскоязычном пространстве. То есть, на русскоязычном пространстве вы можете в легкую получать 1365 уникальных пользователей. Но это только те пользователи, которые активно ищут такое мобильное приложение. Вы также получите, после того, как разработаете такое мобильное приложение, получите в минимум 10 раз больше пользователей, потому что многие придут по сарафанному радио, многие придут с вашей рекламы и с вашего пиара. То есть, как минимум 12 тысяч в легкую можно будет найти пользователей. Ну, а так можно еще больше. Я потом вам покажу реальные цифры. Итак, вот вы посмотрели, да, что это мобильное приложение пользуется популярностью. В принципе, это очень хорошо. Теперь, что же вам нужно делать на следующем этапе? На следующем этапе вы должны пойти в Play Market и найти несколько аналогичных мобильных приложений и обратить внимание, во-первых, установить это мобильное приложение и посмотреть на его функционал, как оно действует, что-то подчеркнуть, взять лучшее для себя и подумать над улучшениями. Также над улучшениями вам помогут отзывы, которые есть в Play Market и к этим мобильным приложениям. Читайте все отзывы и выписывайте все замечания, что нравится пользователю, что нет, что они просят добавить функционал, что они, как бы, критикуют, а что не хвалят. То есть, на это все обращайте внимание на конкуренты ваших мобильных приложений. И для себя выписывайте, какой функционал вы будете делать в мобильном приложении, а какой функционал вы добавите. То есть, вы должны так спланировать свое мобильное приложение, чтобы оно было лучше, чем у ваших конкурентов. Это очень важно. Также обращайте внимание на количество пользователей. Смотрите, вот это мир на весь мир, мобильное приложение, а там 1 миллион пользователей. Если вы делаете на весь мир, вы также можете для себя сделать подобное мобильное приложение. Обязательно читайте отзывы и смотрите на все замечания. Сразу, когда вы разрабатываете такое мобильное приложение, вы должны сразу прорабатывать источники монетизации. То есть вы должны понимать для себя, какую рекламу вы можете размещать в этом мобильном приложении напрямую. То есть каким рекламодателям будет интересно работать с пользователем из этого мобильного приложения. Как правило, в данном случае это будет реклама всех продуктовых брендов, реклама именно то, что возвращается в пищевой индустрии, вот в этом всем, вот с ними вы можете работать и уже заранее продумывать источники выхода на такие компании, предлагать, как предлагать таким компаниям рекламироваться у вас. Но опять же, для того, чтобы предлагать рекламироваться, у вас хотя бы 1000 пользователей должно быть уникально. И также во втором случае вы должны, кроме этого, понимать, как вы будете еще монетизировать со стороны платной подписки. То есть вы должны понимать, какую стоимость, минимальную стоимость хотите отражать в платной подписке этого мобильного приложения. И также вы должны для себя понимать, какой особенный функционал вы будете выносить в платную подписку. То есть давайте смотрим так, на это так. Это мобильное приложение нужно для того, чтобы создавать список покупок. Это его основной функционал. Нужно дать возможность создавать список покупок из каталога, с какой-то умной фильтрацией, с каким-то умным помощником. То есть чтобы это было удобно. Это все выносим в бесплатный функционал. Но также бывает необходимость поделиться этим своим списком покупок с родственником, с каким-то или с членом семьи, чтобы человек заехал и купил все в магазине. Этот функционал можно выносить уже в платную подписку и брать, допустим, за платную подписку, там сумму в районе 100 или 200 рублей в месяц. Грубо говоря, 100 рублей в месяц, тысяча пользователей, которые будут пользоваться этой платной подпиской, то это 100 тысяч рублей вам заработок. Я думаю, перспективы понятны и особого рассказа не нуждаются. В особом описании не нуждаются. Не нужно лишний раз говорить, что это очень прибыльно. Но если это миллион подписчиков, из них, допустим, уже 100 тысяч платных пользователей, то тут суммы совершенно другие. Итак, вы оценили идею, поняли, что она прибыльная, оценили для себя весь функционал, который хотите реализовать, выписали все улучшения, которые вы хотите сделать лучше, чем у конкурентов. Теперь нужно заняться проектировкой вашего мобильного приложения. Возьмите лист бумаги или возьмите графический планшет или просто откройте свой компьютер или ноутбук. Разбейте свое приложение на части, то есть на модули. То есть это модуль, вы будете делать список покупок как в режиме каталога, это делать быстрые какие-то покупки, то есть разбейте на части. И определите, где какой функционал будет реализовываться. Также разбейте каждую из этих частей на количество экранов, которые у вас будут в мобильном приложении. И пропишите для каждого экрана, какой функционал там будет реализовываться. Схематично нарисуйте каждый экран, схематично набросайте, где будет панель навигации, где будет кнопочка, где какое-то изображение, как вы будете строить списки, из каких элементов будут состоять у вас списки, как вы это все будете работать. И самое главное, сразу разметьте себе место на главном экране вашего мобильного приложения под главного рекламодателя и на второстепенных всех экранах сразу разметьте себе место для прямых рекламодателей, но которые уже поменьше. То есть цены будут разные. Допустим, у главного рекламодателя, который будет публиковаться на главной странице, будет высшая стоимость, чем у других рекламодателей, которые будут на второстепенных экранах публиковаться. Опять же, реклама не должна быть навязчива, аккуратно как-то встройте эту рекламу в ваше мобильное приложение. Но опять же, да, еще по платной подписке. На платной подписке вы просто отключите вариант просмотра рекламы, то есть избавите своих платных подписчиков от необходимой рекламы. Итак, вы зарисовываете все эти схематичные экраны с виджетами, определяете весь функционал для каждого экрана. Далее вам нужно определить источники данных, которые будут у вас использоваться в вашем мобильном приложении. Вам нужно понять, будете вы использовать сервер, не будете использовать сервер. В данном случае, конечно же, будете его использовать. Вы должны определить взаимосвязь с сервером, как вы будете работать с базой данных на устройстве, какие библиотеки, какие фреймворки будете использовать. То есть все подключаемые библиотеки вы выписываетесь в себе на листочек и должны понимать, что вы будете использовать. То есть какие технологии вы будете здесь использовать. И обязательно напишите себе план разработки. То есть сначала разрабатываем это, 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 это. И поэтапно вы должны набросать. Возможно, даже с временными данными, с временными характеристиками, то есть до сентября я делаю это, до ноября я делаю это, до декабря я делаю это. И напишите себе вот такой план разработки. Вот теперь, когда ваша идея сформирована, ваша идея оценена, у вас есть понимание, какой функционал вы будете делать, как у конкурентов, какой функционал вы будете убирать, как у конкурентов, а какой функционал вы будете добавлять. то есть добавлять, которого нет у ваших конкурентов, с учетом всех отзывов, которые вы проанализировали на рынке. Вы набросали себе план монетизации вашего мобильного приложения, вы набросали себе схему вашего мобильного приложения, вы определили все характеристики, разбросали функционал, схематично разбросали все экраны, и теперь у вас есть полное понимание картины, как приступать, как разрабатывать, и теперь нужно уже приступать к разработке. По поводу разработки я вам расскажу уже в следующем видео, на сегодня это все, что я хотел вам рассказать, с вами был проект Mabu, проект по разработке мобильных приложений, на этом у нас сегодня у меня все, до встречи на следующих эфирах, всем пока!